А это городской водопад ночью, точнее в вечернее время суток. Ещё и в дождь. Офигеть! Ай, ты красавица! Вау! Это очень страшно. В общем, я на самой-на самой макушке. Докуда может подняться человек? Это, конечно, энергетика потрясная. Просто потрясная. Доброе утро всем! Прямо перейду на горячие источники. Прямо в 6 утра. Дождь идёт. Хорошее состояние. Понял, что недостаточно горячих источников. Всем отличных выходных! Вообще, я, в общем-то, никогда не испытывал. Прям чувство «Вау! Хочу!». Это прикольно. Это прикольно ненадолго. Там даже написано не больше пяти минут сидеть в бассейне. Вот. Смотрите. Видите? А фонтан льётся мне в темечко. Вот. Что там у нас сейчас в 61-х воротах? Вспоминайте. Это вдохновение оттуда, от Бога. От единства. Это индивидуальный контур. Да, вот 61, 24, 43, 23. Что такое индивидуальный контур? Индивидуальный контур – это единство. То есть единство, которое разложилось на много-намного частей. То есть нас, как индивидуалов. Уже коллективные племены – это наши взаимосвязи. А индивидуалы – это единство. Поэтому индивидуальное – это как бы от Бога. Видите, идёт. Вот у каждого сейчас начинается своё вдохновение. Как у меня. Ну, кто не понял, посмотрите. Сейчас в Пултоне в транзите 61-е. Вороты начались. И это надолго. То есть, видимо, каждому будет пробивать, пробивать, пробивать. Чтобы каждый человек понял, что это такое для него. Его внутренняя правда, его внутренний голос. Ну, вот в 7 утра город уже так живёт. В 6 ещё нет. А в 7 уже люди живут. Я только здесь понял, почему я не хотел просыпаться рано утром в России. Ну, вот именно вот в городах. Почему? Потому что когда ты просыпаешься, надо что-то делать. Будь то йога, будь то какие-то дела в городе. Это не суть. Суть заключается в том, что мы хотим что-то изменять в городе. Точнее, мы не хотим что-то изменять. Ну, понятное дело, какой дурак хочет изменять, когда там холодно, когда там мрачно, когда там правительство 20% НДС вводит. Это всё понятно. А здесь как бы оно естественно получается. Здесь, кстати, тоже хочется поспать подольше. Вот в Центральной Америке такого нет. А здесь прям хочется поспать подольше. Ну, вот. Иногда и просыпаюсь по утрам. А вот когда я вижу такое, мне становится страшно. Страшно, потому что вот за... Тут не колючий проволок, здесь провода под электричеством называются. Эта тема называется провода под электричеством. В общем, я, собственно говоря, не хочу больше комментировать. В принципе, вы сами всё понимаете. То есть, и самое интересное, что люди это выбирают. Люди вот выбирают так жить. Кстати, школа в городе и под электричеством. Вообще, сама по себе школа, в принципе, это нормально, потому что сама по себе школа, она не имеет права на существование. Ну, в том виде, в котором она есть в мире. Поэтому, как-то так. Сами размышляйте по этому поводу. Вот еду в Куянку. Вот еду в Куянку. Офереть. Тут он на дорогу чего стоит. Класс. Просто класс. Сами размышляйте по этому поводу. Сами размышляйте по этому поводу. Знаете, иногда вот когда видишь такое, мозги как-то правильно настраиваются. Клодки. Перепрошивка нейронов идет в голове. Охренеть. Класс. Класс. Охренеть. Это 7 часов. С 8 часов. Господи, спасибо тебе большое за это Вот это подарочек Класс Это очень круто, спасибо большое Класс, просто шикардос Вот это по-моему 5200 что ли Или что ли гестари Въехал в облаках Там, конечно, внизу это просто атас Субтитры делал Dima Все, поступает темнота Вот такие контрасты здесь То красоты, то стекло и проволока под электричеством Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Продолжение следует...